Доброе утро, уважаемые коллеги! Да, сегодня у нас такой интересный день, все время разговариваем о будущем. Как мы можем сделать такие предположения? То есть, что будет модно, что будет популярно? Во-первых, последние два месяца мы уже видим, какие блоги, какие аккаунты набирают популярность. Исходя из этого понимаем, что будет модно. Ну и плюс у нас есть тенденции запада, которые так или иначе к нам все приходят. Плюс мы, естественно, участвуем во всех популярных конференциях, касающихся социальных сетей. Поэтому сегодня это будет, скажем так, не предположение, а очень-очень близкая реальность. Итак, давайте, прежде чем поговорим о будущем, все-таки вспомним. У нас есть с вами три основных типа аккаунтов. Первый, самый популярный, это бизнес-аккаунты, то, что есть у каждого магазина, у каждого продукта. Давайте немножко встряхнемся, у кого есть социальные сети. Соответственно, мы говорим о том, что будет популярно среди них, кто и будет популярно у вас в будущем. И четыре социальные сети, которые у них популярны, это TikTok, YouTube, ВКонтакте, Instagram. Я когда первым произношу TikTok, у меня в зале, обычно, кто-нибудь падает в опору. Потому что такая инфантивная социальная сеть, казалось бы, абсолютно развлекательная, но в ней уже сейчас есть минимум шесть инструментов для продвижения вашего бизнеса. У кого есть итог в бизнесе? Здорово, ребят, давайте им похланировать. Ну, когда мы говорим о социальных сетях, мы всегда, в первую очередь, говорим о том, что же рассказывать в ваших социальных сетях. То есть, о чем говорить. Первое, тема осознанного потребления. Все, что касается экологических вопросов, материалов, переработки пластика, переработки стекла, биоотходов и так далее. Есть очень классный термин, который в последнее время начали использовать – «экопластик». Вот, посмотрите на ваш бизнес хорошенчик, и вдруг у вас «экопластик», «экопластик», «экопатериал», и вы направлены на взаимодействие с нашими средами. Второй момент – это этническая принадлежность. В последнее время начали набирать популярность всякие народы Крайнего Севера, малые пульцы Швейской области, какие-нибудь, по-моему не знаю, малые сирийские народы у нас в Ивановской области и так далее. Посмотрите, вдруг в вашем бизнесе есть какие-то корни наших слов, наших, по-моему не знаю, возможно, какой-нибудь предок Бурылины и так далее. Плюс, всем надоела, на самом деле, Москва. Даже уже какое-то время надоел Санкт-Петербург, все понимают, что эти города не резиновые, туда не попадешь. И популярность значительно набирается в маленьких городах, и жизни в маленьком городе, а, возможно, даже и деревне. Да, то есть, Иванова уже даже не популярность. Швы – популярность. Иго – популярность. Ну, а к этому же тренду подсагивается и тренд локальных путешествий. Да, железная дамность у нас потихонечку закрывается, на этом все прокатятся, за границей мало кто ездит, но зато все хотят путешествовать на лоха-трете. В вашем бренде вы можете показать тему локальных путешествий и путешествий в вашем городе. Самый простой пример – это аксессуары. Да, например, когда у нас есть шапка, есть чарф, и мы фотографируем их на всех популярных скульптур в нашем городе. Ну, очень классный инструмент для вас. Ну, и тема рабочих профессий тоже стала довольно популярной. Все устали от тревел-блогеров, от предпринимателей, от инвесторов, которые зарабатывают кучу денег, и основной массе населения до них не натянулся. Зато на уровне государства подбегаются такие профессии, как сантехники, да, то есть какие-то рабочие люди, которые делают все своими руками, и, соответственно, эти аккаунты начали неожиданно набирать популярность. Поэтому, если у вас, например, какое-нибудь производство, да, швейное, то можно не показывать красивых моделей в вашей одежде, а можно показывать швей и процесс производства. Вот это будет популярность. Ну, и почему-то, на самом деле, это для нас такой маленький секрет, начала набирать популярность тема мистификации. Кашпировский вернулся. Вот, видимо, люди уже не верят ничему и готовы поверить в гороскопы. Итак, понятно, что видео сейчас популярно, да, популярнее, чем любой другой формат, но в 2021 году оно займет 80% всего трафика. Приведу вам самый простой пример из нашей практики. У нас есть партнер «Серебряная птица». Это интернет-магазин регулярных изделий. И там самый популярный вопрос одно время был про изделия золоченые, да, золоченные изделия. Насколько прочно покрытие. Мы предоставляли экстритные статьи, отзывы потребителей, фотографии. Но ничего не помогало, все равно в контакт на раз в неделю возникал этот вопрос. Ну, мы просто решили создать простой игровой ролик, который назвали «Краш-тест». Взяли главным персонажем золоченое изделие и издевались над ним конфортом. Да, мы его замочили в соленом растворе, в кислотном растворе, с содой, теркой, порошком теркой и так далее. И в итоге в конце видео показалось, что ничего не случилось. И сработало. Да, то есть, во-первых, оно стало одним из самых популярных у нас на YouTube-канале. Ну, а с другой стороны, вопросов пар. То есть, вот один раз человеку показать – все, все хорошо работает. За видеоформатами будущее – это понятно. Но какими должны быть эти видеоформаты? Да, во-первых, наше поколение Z – это все, что касается про скорость. Ваша задача – максимально включить интерес в первые три секунды. Кто может за три секунды рассказать все самые ключевые преимущества вашего бизнеса? Нет? Да? Здорово. Здорово. Три секунды. У вас есть всего три секунды. Второй момент. Почему-то вы все об этом забываете – отсутствие звука. Очень многие смотрят видеоролики. Не важно, сторис – это YouTube канал без звука. Обязательно прописывайте субтитры. Вот это, что называется, must have. Ну, и еще наши Z – они абсолютно не доверяют официальным источникам информации. Они знают, что есть такие средства для монтажа. Да? Поэтому максимально вы свои видеоролики должны показывать без монтажа здесь и сейчас. Что это означает? Стриминг и прямые эфиры. Максимально в вашем бизнесе вы должны к этому привыкнуть и показывать все в прямом эфире. Ну и вертикальный формат. Он пришел к нам из сторис, которые сейчас есть во всех социальных сетях. В Вконтакте, YouTube, Facebook, Instagram. Понятно, есть вертикальный формат. Плюс Instagram телевидение, которое тоже несло свою нотку в вертикальный формат. И вот недавно на интервью Юрию Дудю наш кинорежиссер и продюсер Тимур Бандерин, Бизг Мамбетов, рассказал о своей новой технологии, которую он запатентовал и выпустил на рынок. Это переформат всех существующих кинофильмов в вертикальный формат. Да, то есть мы с вами можем посмотреть любой фильм на экране Тимфо. Представляете, насколько мы шагнули от нашего потребителя. Ну, понятно, кинотеатры, конечно, не исчезли. Глаза у нас до сих пор таким образом расположены. Но 80% всех видеороликов в итоге стали вертикального формата. Но пока видеоролики нас не охватили полностью, все-таки есть у нас с вами визуальные форматы, фотографии, которые легче всего выложить, да, и быстрее всего выложить. Здесь есть два трета, которые я называю, что значит политика двойных стандартов. С одной стороны, натуральность и отсутствие фотошопа и ретуши. Ну, тут есть такая небольшая пометочка. Это ваш потребитель должен думать, что нет фотошопа и ретуши. И это такая прям сложность для самих специалистов. Но если найти такого специалиста, то никогда ваш клиент не поймет, что вы где-то что-то в складочку замазали, где-то что-то подправили. То есть запоминайте натуральность и максимальная достоверность. То есть эффект здесь и сейчас. А с другой стороны, второй тренд, он как раз к нам пришел из видео формата. Это динамика в кадре. То есть нам нужна анимация и то, что называется синемография. Я сейчас это покажу, потому что на словах объясняется. Итак, вот это что значит простая анимация. Когда мы привлекаем внимание к ювелирному изделию посредством бреска, ну, либо к какому-то другому объекту, да, посредством вращения, выделения, размера и так далее. Есть чуть более сложный формат, это покадровая анимация. Но здесь мы представляем так называемый формат стори-теллинга, который показывает не продукт, а историю, в которой участвует наш продукт. Да, вот это сейчас работает лучше. Ну и третий формат, он самый классный, но пока на данный момент самый сложный и дорогой в производстве. Это то, что называется синемография. Вот, если вы очень смелый клиент, который готов прийти к синемографии, мы бы были очень рады, потому что сейчас пока это вот только игровые моменты. Да, но вместо моей собачки здесь может быть любой продукт. Там болтающаяся сумка, развивающийся потолк платья. Это очень классно работает, это очень классно продает. Ну и новый тренд, уникальность и авторство. Да, то есть с одной стороны, когда социальные сети пару лет, 5-6 лет назад появились, был вал авторского контента, все создавали свои фотографии, свои тексты и так далее. Последние два года так случилось, что аудитория только потребляет контент, ничего не создавая. И социальные сети бьют тревогу, все площадки, озабоченные этим вопросом, и начинают работать в этом направлении. Во-первых, что произошло, в этом году обновились все правила авторских прав. Да, если раньше мы могли взять с интернет-рекурную картину, вставить свой аккаунт, то теперь так не получается. Минимальное, что нам грозит, это снижение охватов наших постов. Максимальное, что нам грозит, это блокировка аккаунта и судебные иски, которые на данный момент уже выигрываются. Ну и второй момент, который произошел, это социальные сети сами на площадке начали поощрять создание авторского контента. Ну, во-первых, YouTube ввел формат платных подписок, то есть если у вас есть канал, то можно сделать его платным, и, соответственно, автор начинает получать деньги. Ну и второй формат, который произошел лично со мной, есть небольшой авторский блок «Путешествие от собакой». И в связи с тем, что тексты все я там писала сама, интервью брала сама, видеоролики, да, то есть это фотографии, сделанные лично. В один момент, совершенно неожиданно, ВКонтакте наградил у меня призом, который называет у них «Бой Прометея», и он предоставляет бесплатные возможности для рекламы. То есть это неделя бесплатной, безграничного рекламного пакета, который мы набрали сразу полторы тысячи подписчиков, исходя из того, что аудитория очень муская, путешественники с собаками и так далее. Мне эта история понравилась, да, безбюджетно, все можно рекламироваться, здорово. Я продолжала в том же духе, через год история повторилась. Это еще три тысячи подписчиков. Да, то есть, опять же говоря, безбюджетная история. Что это означает для коммерческих аккаунтов? Когда мне открылся чат вот этих авторских материалов, там были вполне коммерческие аккаунты. То есть те, кто занимается прямыми продажами. То есть у вас, во-первых, появляется возможность бесплатного продвижения, это с одной стороны. А с другой стороны, если нам всем коммерческим организациям раньше приходилось конкурировать только с такими же коммерческими организациями, то теперь авторам контента будет платить еще и сама социальная сеть. Соответственно, мы будем конкурировать еще и с ними, с обычными людьми за контент. С одной стороны. И с другой стороны, блогеры, да, они теперь будут задумываться брать на нашу рекламу, если их социальные сети и так платят. Это определенная сложность, с этой надо будет работать. Ну и дополненная реальность, да, это, мне кажется, самый классный тренд, то, что Инстаграм открыл частичный доступ к своему коду и предоставил нам возможность создавать авторские маски, да. Во-первых, мы можем показывать сам товар, да, то есть украшения, украшения, возможно, какую-то косметику, с одной стороны. Можно на заднем фоне показывать, там, ваше производство, ваш офис, что-то такое, да. Да, то есть напрямую продвигать товар посредством масок в сторис. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы можете сделать веселые, интересные, развлекательные маски, да, люди будут в них сниматься и бесплатно вас рекламировать, потому что, когда человек снимается, ну, на заднем фоне, во-первых, показывается ваш лототех, да, как это сделали в будущем. А с другой стороны, вот здесь сверху всегда будет показана, чья это маска. И таким образом вы развиваетесь. Мне кажется, очень классный инструмент, если не умеете делать маски, обращайтесь к нам в студию, мы умеем. Делать хорошо.